9 января во всем мире праздновали День хореографа. Он посвящен тем людям, которые бережно хранят и приумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей. Подробнее в сюжете Елены Громадчиковой. Ирландия – это не только зеленые пейзажи, развалины замков почти у каждой деревни, но еще и богатая танцевальная культура, с которой можно познакомиться и в столице Заполярья. У нас люди про такое долгое время не знали, но мы тут уже 20 лет на самом деле. Да, студия существует 20 лет. Я здесь всего три года. Сначала следила как бы издалека. Моя учительница по русскому языку здесь занималась. Выкладывала всякие фоточки с мероприятий, видео, соревнования. Я такая смотрю, что за танцы вообще такие, что такое, вообще ничего не понятно, но очень интересные. То есть я как-то издалека восхищалась, смотрела на все это, но пойти не могла, потому что я занималась тогда бальными танцами. Совмещать бальные танцы с ирландскими оказалось сложно, как отмечает Анна Ситабудская. Но дело случая все изменило, и девушка решила выбрать такой вид хореографии, где только сама будет отвечать за результаты. Особенности есть. В первую очередь это музыкальность. Все-таки мы танцуем нашу музыку, и мы должны ее слышать для этого. И как можно видеть, чем занимаются на фоне девочки, в первую очередь это техника танцев. Это пятая позиция. У нас носочек находится, он носочка. У нас развернутые пятки вперед, почти как в классической пятой позиции, только у нас еще есть смещение такое небольшое. У нас вытянуты колени, у нас руки прижаты к корпусу, голова у нас никуда не шевелится. Даже при поворотах, даже на соседей не смотрим, просто тараним все друг друга. Мы со съемочной группой решили опробовать ирландскую технику танцев. Давай ударчик сделаем. Давай. От себя ножкой, правой ножкой. А, правая ножка. От себя и к себе. И к себе, к себе. Все, вы принято. Честно признаться, оказалось непросто, особенно встать на носочки человеку, не занимавшемуся танцами ранее. Ты такой сначала, ты бигинер, ты такой, вроде как, ты что-то можешь там ножку поставить, но кривенько, косненько. А потом уже ты такой праймари, ты такой уже натягиваешь ножку, ты уже красивый умеешь там, красиво стоять даже. Почти не боишься на фэшах, становишься интермедиат. И дальше опен, это самые крутые танцоры, которые прям вообще, ты такие прям, смотришь, они прям вот просто боги, боги танцев. Разделения по группам в обучении ирландским танцам нет. Взрослые и дети наравне друг с другом. Навык растет от начального уровня бигинерс до наивысшего опен. Анна Ситобудская не только преподает хореографию, но и сама участвует в состязаниях, стабильно занимая призовые места. Как я поняла, вот у нас каких-то крупных фестивалей, соревнований по ирландским танцам не проводится, приходится выезжать. Пока не проводится, но я планирую. Хотелось бы, конечно, в следующем году или через год провести свои соревнования здесь. Вообще они называются фэши, переводятся как, насколько я помню, праздник. Потому что это праздник танца, музыки. Обычно на фэшах есть музыкант, который пиликает на скрипочке, либо играет на баянчике, либо они вместе. И это очень круто танцевать под живую музыку. Культура Ирландии оставляет неизгладимое впечатление, как отмечают специалисты и те, кто успел побывать в этой стране. Местная публика собирается, играют музыканты, дедулечки лет по 80. Один с гитарой, второй с банджо, третий в какой-то колокольчик бьет. Ирландские танцы – это в первую очередь семья, где абсолютно разные люди уживаются под эгидой общего хобби. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.